Российский журналист, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов посетил Казанский Федеральный Университет. Встречу провел ректор КФУ Льшат Гафоров. Алексея Венедиктова познакомили с историей вуза и современными возможностями инфраструктуры. Обсуждались также основные тренды развития медиаотрасли и вклад в этот процесс Казанского Университета. А после прошла встреча со студентами в шоуруме Выше школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. Напомним, что в мае 2017 года Алексей Венедиктов уже общался со студентами КФУ. Эхо Казани исполнилось 15 лет. Именно это послужило поводом приезда в столицу Татарстана, отметил Алексей Венедиктов. На днях он встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым и мэром Казани Ильсуром Медшином. Планируется также встреча с первым президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Алексей Венедиктов отмечает, что формат этих встреч не интервью, а просто беседа. Я не делаю никакой материал о Татарстане. Я не делаю никакой специальный материал, ну кроме интервью Медшину. Если бы там президент или бабай сказали бы, давай сделай интервью, у меня всегда с собой микрофон. Потом всегда. В любую секунду, если человек захочет, я достаю и тогда мы понимаем, что это открытая история. Затронута была тема обесценивания информации в цифровую эпоху. На сегодняшний день у каждого человека есть аккаунты в социальных сетях, где он делится информацией. Сегодня погода у нас в городе такая. Вы что делаете? Вы исполняете мою журналистскую работу. Вы сообщаете своим подписчикам, что когда я еду в Казань, мне надо взять плащ. Когда вы пишете свое мнение или посылаете картинку в инстаграме, вы таким образом занимаетесь протожурналистской работой. Алексей Венедиктов уделил внимание тому, что в связи с этим появляется большое число неточной и несвоевременной информации. Поэтому так повышается важность именно мнения публициста. То есть люди потребляют мнение больше, чем новости. Почему? Потому что в новости много источников. Мнение не эксперта, а публициста, ярко выраженное, там, какой-нибудь невзоров какой-нибудь, да? Это, конечно, фантастическая история. Люди приходят на него, люди приходят на опинин. Им важно мнение. Алексей Венедиктов поделился с журналистами, каким образом он формирует свое мнение. Необходимо его конструировать на основе встреч и разговоров с другими людьми. Учиться делать выводы и продавать их потребителям. До присоединения Крыма я сказал, Крым будет взят. Меня посмеяли все. В России, в Украине. А я встречаюсь с разными людьми, принимающими решения. Чувствую общественное мнение. Я сказал, что, скорее всего, все это кончится восстанием в Крыму и присоединением его к России. Слушатели поинтересовались, как Алексей Венедиктов отреагировал на пародию, которую сняли на него Камеди Клаб. Если тебе отбивки для твоих программ пишут шнур, если у тебя интервью берет дуть, если тебя показывают Камеди Клаб, жизнь удалась. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюс. Продолжение следует...